итак добрый день сегодня мы с вами начнем большое надеюсь очень интересный урок по интерьеру мы будем заниматься дизайн в некоторых случаях я буду отходить от материалов стен использовать только и графический образ все ссылки будут загружать отдельными файлами отдельными ссылками полное описание скорее всего в youtube не влезет и я ставлю описание по всем необходимым стадиям ссылки откуда закачивал материалы и текстуры которые вы увидите выбранные семейства в группе нашей века которая активная она есть и в шапке канала и в описании канала подписывайтесь если вам нравятся мои видео уроки не забывайте подписываться это очень греет душу и разрабатываю новый интересующий вас материал который также происходит в обсуждении выбор спасибо я делаю сейчас на данный момент мне необходимо создать план с которым я уже в дальнейшем буду работать и также мне необходимо будет создать отдельную стадию которой я вынесу необходимые элементы по мебели ровки потому что я не хочу чтобы у меня на плане первого этажа сейчас на данный момент располагалась моя мебель мне этого не нужно но для начала я в трехмерном виде подрежу свой общий вид активирую границы 3d вида и сделаю красивый вид итоговой нашей проекции чтобы увидеть на данный момент только план первого этажа мебели у меня никакой здесь нету единственное что я использовал это стандартные двери и мы вместе с вами будем их корректировать найдем про красивые семейства и добавим начнем поэтапно вспоминаем наш план который изначально присутствовал я вижу то что у меня есть зона сверху рассмотрим зона прихожей с гардеробом гостевая комната санузел кухня гостиная кладовка в гараже и гараж с автомобилем приступим для начала что я сделаю нажму правой кнопкой мыши по плану этажа 1 копирование вида просто скопирую его мне необходим этот план для дальнейшей расстановки мебели он будет отдельно если я нажму копировать план с детализацией у меня в итоге здесь появятся все необходимые размеры но с толщинами линий у нас могут возникнуть проблемы откачусь назад я просто скопирую данный план у меня перенесутся основные настройки толщин линий который я задавал видимости и графики но стадия по умолчанию мы с вами когда создавали данный проект мы всегда работали в новой стадии сейчас мне нужно создать еще одну для мебелировки отдельно я захожу во вкладку управления стадии по умолчанию у вас там будут две стадии существующие и новая конструкция отдельно по стадиям наших стен и отображения будет ролик построен я уже четыре человека отозвали что это необходимое я соответственно готовлю материал он будет достаточно короткий но интерес меня интересует что после новой стадии будет следующая мебель со стадиями советую работать каким образом чтобы одна следовала за другой но вроде бы как это и дураку понятно но имеется ввиду по характеру строительных работ и строительного процесса сначала идет стройка отделка мебелировка и так далее ну то есть все логически понятно описание у этой стадии я расписывать сейчас на данный момент не буду так же как и фильтры по стадиям я не настраиваю пускай останется все по умолчанию единственное что я могу настроить это отображение уровня графики ну сейчас зайдем посмотрим применить теперь правой кнопкой мыши нажимая по видам меня интересует организация браузера в организации браузера я хочу чтобы у меня было разбито по стадиям ставлю галочку нажимая окей теперь план этажей нажимая понимание раз левой клавишей мыши у меня внизу есть стадия фильтра по стадиям и сама стадия меня интересует стадия мебель что я делаю теперь на данный момент здесь у нас также отображаются стены двери и так далее но вкладка архитектура компонент разместить компонент поставлю сюда любой стол предположим прихожую он у меня будет отображаться на плане моих стадий мебелировки не будет отображаться на трехмерном виде пока я трехмерный вид не возведу в соответствующую стадию на плане первого этажа обычного отображаться он не будет то есть у нас отдельный план который никак вроде бы независим но настроить трехмерный вид правой кнопкой мыши нажимаю на трехмерный вид копировать с детализацией переименую его 3d вид вид либо просто мебель фильтр трехмерного вида поставлю мебель вот у меня отображает мой стол и сейчас все настройки которые я буду возводить здесь на данный момент поставить меня будут отображаться те элементы которые мне необходимы пол на данный момент удалю выполнил настройку отображения таким образом чтобы у меня трехмерный вид с моей мебелью отображался точно таким же образом как и обычный наш трехмерный вид для этого я на трехмерном виде с мебелью выбираю функцию показать полностью фильтр по стадии чтобы меня в итоге он отображал и мебель которую я буду добавлять и все стены при этом на обычном 3d и на обычном плане он их отображать не будет но на плане мебели у нас появятся все необходимые элементы добавление всех элементов я буду осуществлять закачки с сайта есть два основных с которыми можно работать в интернете можно находить очень много различных сайтов с семействами я обычно пользуюсь бим-обжектом на самом деле здесь очень много различных семейств по интерьеру здесь касается и строительных материалов и текстур и так далее я накачаю сейчас и покажу на примере как это будет выполняться элементы семейства предположим вот этот самый стол для работы зайдя в понравившиеся вам можно нажать функцию скачать и здесь нас интересует первое что не забывайте скачать само семейство а иногда есть еще и материал сейчас я покажу на примере особенно это у строительных материалов какая-нибудь та же самая стенка кирпичной у нас есть материал текстуры и самой семейство со стенкой качайте и то и другое мы сейчас с вами будем это добавлять все понравившиеся элементы в моем проекте я буду ставить ссылки и закину их в группу вк итак я накачал несколько различных семейств пока добавил их блокнот к себе с подписями и создал отдельную папку для уже расстановки всех основных элементов семейства посмотрим как они добавляются как они редактируются как настраивается у них материал мы с вами сейчас сделаем прихожую на данный момент у меня здесь нету ничего покажу и общий 3d вид на самом деле переключение между видами можно и активировать в обычном трехмерном виде и можно было не разбивать его на отдельную стадию но я об этом покажу в самый последний момент теперь я открываю свою папку я для прихожей сделал отдельную папку и начнем добавлять первоначально меня интересует разделяющаяся дверь в мое помещение насколько я помню это она и есть добавление семейства осуществляется через вкладку вставить загрузить семейства либо просто перетягиванием необходимое семейство в проект происходит обновление пространства модели чаще всего это идет очень быстро в зависимости от версий может время немножко и растянуться особенно если семейство какое-либо сложные там много различных элементов деталей в вашем проекте в данном случае я загружаю насколько я помню дверь распашную трехстворчатую здесь сделаю разделение под гардероб на самом деле не дело возможно что у меня просто пока идет запись проект долго рендерится но не рендерится обрабатывает все что я хочу загрузить ну и компьютер уже достаточно старый восьмого года когда-нибудь я его обновлю на данный момент вот это мне подойдет ctrl c перехожу на план с мебелировкой ctrl v он мне говорит то что штриховых каких-то нет но меня они сейчас не интересуют у меня добавился элемент разверну его при помощи функции повернуть и состыкую со стенкой я вижу то что у меня мой стеллаж смотрю на трехмерном виде разверну не с той стороной повернул давайте еще раз разверну у меня мой стеллаж врезается в стену это не есть хорошо мне нужно отрегулировать расстояние в настройках семейства если я посмотрю у меня нет возможности регулировки ширины у меня есть возможность только изменения высоты самого элемента и в данном случае я могу поменять вручную высоту либо воспользоваться функцией выровнять нажимаю клавишей тап меня интересует граница моей стены и основание данного шкафчика чтобы он присоединился к полу вот таким вот образом что мне делать с шириной мне необходимо ее сначала узнать перехожу на план мебели ставлю размер 1380 и у многих семейств не редактируемые есть элементы ширины либо высоты то есть они вот здесь неизменяемые и в изменении типа они тоже у меня неизменяемы для этого мне нужно подсветить необходимое семейство редактировать его я конечно могу вручную настроить сдвинуть необходимое семейство нам нужно мне высоту но давайте лучше разблокируем элемент для корректировки я в видах перехожу на план этажей ставлю аннотации размер размер рассниму блокировку с опорных плоскостей опорных ребер самому размеру добавлю метку пускай у меня будет ширина загрузить проект и закрыть загружаю свой проект не сохраняю но заменяю существующую версию и значение параметров при подсветке элементы нажатии изменения типа у меня появилось изменение значения ширины 2 380 применить выравниваю его снова по стене проверяю на трехмерном виде вот таким вот образом размер теперь уже я могу удалить следующее что я добавлю дверь смотрю на трехмерном виде коричневый цвет материалы могу поменять на самом деле потом либо загружу другую дверь она будет поуже вот это вот так вот на плане этажа я отредактирую ширину моей двери главное не перепутать размер какой опять же 2 308 высота моей двери у меня потолок 2 400 2 840 2 840 я хочу чтобы у меня дверка эта доходила ровно до потолка и при помощи перенести я совмещаю оба этих элемента расстояние оставляю такое чтобы человек мог свободно зайти и переодеться пускай это будет 800 мм смотрю на трехмерный вид вот таким вот образом что-то мне здесь еще не хватает достаточно пустое незаполненное пространство пускай здесь станет так так поставлю ее чтобы она смотрелась интересненько вот уже спорно так как можно во-первых биться ногой когда выходишь из помещения либо можно споткнуться когда выходишь из гардероба вы будете определять ее собственноручно я чисто на вскидку делаю такой проект материалы у наших элементов я могу редактировать либо зайти в редактор семейства и поменять здесь значение материала закрою без сохранения что я сделаю еще налеплю на стенку какой-либо декор по молчанию он привязывается к уровню поэтому мне необходимо его поднять что я делаю далее там достаточно пустой угол но сейчас с ним разберем отдекорируем пол я хочу чтобы у меня здесь появился паркет а давайте сначала входную дверь отредактируем потому что она выглядит достаточно странно я уже нашел входную дверь и дверь в комнату зажимая левой клавиши мыши просто перетягивая ее в проект я не удаляю предыдущую дверь чтобы у меня размеры на плане не исчезли в итоге у меня встанет вот такая вот дверь я подсвечиваю существующую через выпадающую менюшку теперь меняю на дверь которую я нашел проверяю привязки чтобы они были кратны 50 ой 10 вот такая дверка у меня встанет здесь внутренняя внутренняя моя дверь так как это помещение выполняет функцию тамбура мне необходимо чтобы створка моей двери была такая же как и створка в тамбуре дверь у меня полутора створчатая и здесь в нее тоже в принципе необходимо было бы поставить полутора створчатую но так как я делаю дизайн проект я сделаю просто красивую дверь которая мне подойдет я уже ее выбрал вот такая дверь встанет у меня в комнату я ее могу расширить если мне позволит расстояние мое помещение теперь пол я перейду на план этажа удалю лишние подписи у наших дверей а то потом будет как-то не очень перейду на план этажа и мне необходимо удалить сейчас все комментирующие надпись не сохраняю данное семейство потому что мало ли мне потом пригодится удалю размер пол я уже нашел семейство с перекрытием точнее с полом добавляется он точно так же вкладка архитектура пол перекрытия перекрытия только со смещением относительно нашей фундаментной плиты как я это сделаю я уже нашел пол он также на сайте находится в материалах все ссылки я оставлю в группу ВК добавляю сам пол перекрытия мне откроется сейчас отдельный проект с полом я его просто с трехмерного вида скопирую текстуры у меня еще не перенеслись так как он не скопировался на самом деле я мог просто скопировать текстуру картинку и добавить ее но я буду делать более сложным более таким дедовским методом c ctrl-v в свой проект рядышком с домом поставлю изменить тип а соглашусь с выполнением изменить тип материал я вижу то что во вкладке представления у вас в данный момент материал может не добавиться на сайте при закачке пола у вас есть графическое представление материала и само семейство с полом я у данного эскиза нажимаю редактировать границу через функцию выбрать линии общелкаю необходимый мне контур при помощи функции обрезать удлинить до угла объединение у меня полы будут здесь еще нужно до середины у меня полы будут отдельные для каждой комнаты я знаю линии пересекают в основу здесь это 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 старый эскиз теперь удалю изменить тип 83 мм толщина 8 см на самом деле это много я поставлю значение 50 и поставлю смещение от уровня 50 мм вверх его подниму на толщину равную моему полу посмотрю на трехмерный вид единственное что мне необходимо сделать все элементы которые я только что добавил сместить в они у меня ставились на пол а не погружались в него но и 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 увидеть крепежи камня будет опираться на бы не сильно высоко мою дверь мне уже есть порог приподниму у меня здесь тоже будет на скилл у этой двери тоже необходимо приподнять на величину моего пола стены подсвечиваю перегородку изменить тип изменить структуру добавлю штукатурку одну выкину наверх другую вниз штукатурка будет 10 миллиметров зайду в значение материала штукатурка 1 штукатурка 2 отделка 1 отделка 2 у меня у всех элементов где есть кирпичная перегородка добавится штукатурка я дальнейшем могу поменять цвет моей штукатурки здесь не хватает осветительных приборов либо можно покрасить стены любым материалом и фактурой так как вам будет необходимо кайданная декоративная штука мы поменяем материал отделки будет какой нибудь темный или хромированный посмотрим в реалистичном виде мою сидушку я сейчас немного отодвину вот элемент вот что у меня получилось с применением штукатурки давайте у внешних моих стен тоже добавлю значение материала штукатурки в принципе я мог просто покрасить их воспользовавшись той же самой кисточкой так как меня не интересует сейчас значение материал его не считаю я чисто делаю дизайн проект идею интерьера и просто как с ним работать в районе здесь с границами помещения у меня комплект из-за появившегося пола а здесь стенку давайте вырум у меня еще не хватает осветительных приборов внутри но мы их с вами постепенно добавим вон мы видим что хромированная деталь появилась вот так я немного поиграл с материалами поменял местами сидушечку на входе поставил вешалку ну и настроил пол я все таки занимаюсь сейчас в основном не проработка дизайна я показываю как работать каждому голову не залезешь вы будете выбирать для себя собственноручно теперь я занимаюсь в ванной комнатой в ванной комнате я также создам экземпляр моего пола перекрытия найду его создать экземпляр и также сделаю границу пола воспользуюсь функцией обрезать соединю все необходимые контуры забыл поставить у него смещение 50 текстуру и фактуру фактуру нашего пола я сейчас поменяю найду и загружу расставлю основные элементы в ванной пол 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 я подгружу проект для этого сначала скачая его открою в проекте смотрю его показатели окей control c пока не сохраняю control v на она а а перекрытия перекрываются поменяю пол на тот который я загрузил сейчас вот он у меня подниму его на 50 окей он у меня уже поднят теперь изменить тип зайду в значение материала представление вот графический показатель представления моего материала перегружу его чтобы никаких проблем у нас с вами не возникло окей у нас с вами появился пол дверь я заменю на аналогичную которую поставил на входе единственное что я сделаю копировать дверь в ванную и поставлю и ширину 700 и чтобы она открывалась по направлению выхода из ванны теперь я добавлю свои основные элементы сантехники буду добавлять их с плана моего этажа этот пол уже удалю что я делаю папку я уже нагрузил загружаю в ванну размещаю обратите внимание семейства уже сразу же готовы к подключению как работать с антех приборами базовое видео у меня уже было на канале ссылка на него появится в описании и сверху рассмотрю на трехмерном виде вот моя ванна на самом деле мне она немного не нравится загружу немного другую вот это мне нравится больше это двинами от стенки мне необходимо добавить еще дополнительно для разводки сантех приборов короб на который все будет у нас входить и вся техника будет встраиваемая я воспользуюсь еще дополнительно перегородкой у меня по-моему была перегородка для вент канала мне она подойдет сейчас отодвину пока ванну сюда у меня будут прятаться все основные элементы сантехнических приборов и узлов поставлю раковину сначала поставлю унитаз вот сначала прикреплю все остальные элементы которые мне необходимы сейчас я выровняю на трехмерном виде о смешене от уровня сушилки идон отправлю на errors красивых размещение от уровня сушилки красота расшир bounce И вот теперь немного творческого подхода. И у нас с вами получилось ванная комната и прихожая. Я понимаю, что декораторские решения и декораторские идеи могут очень сильно отличаться от ваших представлений, но это быстрый такой достаточно урок по тому, как добавляются различные семейства. По поводу разводки инженерных сетей, да, есть несколько возможных вариантов. Вот тот же самый встраиваемый санузел. Мне нужно будет здесь сделать дополнительную стенку и в нее уже встраивать, и здесь будет большой подоконник. Мы с вами будем дорабатывать этот проект, чтобы он выглядел идеально. Все ссылки на семейства, которые я буду использовать, ну, которые я использовал, они будут по умолчанию храниться в группе ВК. Не забывайте подписываться, скачивайте необходимую информацию. Там у нас появилась статья на полезные ссылки и материалы, с которыми можно уже работать. И комментируйте как-нибудь видео, потому что дальше мы с вами будем прорабатывать кухню, гостевую комнату, гараж с кладовкой. И займемся прилегающей территорией. Если вам нравятся мои видео уроки, вы знаете, что нужно делать. Всем спасибо и всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!